МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадо компании Гомель начинает свою работу в эфире. У студии працует Евген Поболовец. Добрые ранницы. Глядите в этом выпуске. Контракты на поставку продукции на 12 миллионов долларов подписали простовники предприемства у Гомельской области на инвестфоруме у казахстанским Павлодары. Сезон сельскох господарших кермашов выходного дня у Гомеля продолжены до конца листопада. Аутономный пожарный повешальник допомог вырытывать житё семейной пары у Ельским районе. Больше 500 же хоров Гомельщины за опошние некольких годов притягнуты до субсидиарной отказности. Сегодня у Гомеля отбудется боская литургия с сурдоперокладом. Зараз об этом иншем борщ подробязна. Контракты на поставку продукции на 12 миллионов долларов подписали простовники предприемства у Гомельской области подчас международного инвестфорума RTIS Invest 2016, який прошёл казахстанским Павлодары. Говорка и де про поставки мясомолочной продукции, а так само мэбли Гомельдрэл. А кроме того, проведены перемоги от поширений сборочной вытворчасти гомельских зерноуборочных комбайнов на суместном предприемстве в городе Кастанай. В Казахстане зараз працуют три дилерские центры предприемства. Так само обдарковались о пытании супрацовнества в выдавнистве жилья и дорог. Сезон сельско-господарчих кермашов выходного дня у Гомеля продолжены до конца листопада. Восинские кермаши организуются по субботах и неделях на пяти пляцовках во всех администрационных районах Гомеля. Самые масштабные кермаши разгорнутся на площади Павстань областного центра, где гандль будет ожицевляться одночасово большим у ста гандлёвых местах. А кроме того, до конца листопада у Гомеля протягнутся работу 14 постоянно девчих пляцовок. Для зрушностей гораджан они размещаны у спальных районах города. Для гандлёвых центров тей районных рынков. Уперед школьных каникулов и святочных дён белорусская чегунка призначила додатковые техники. У приватности два додатковые составы будут курсировать по межобластным центрам из столицы Сёння. А на 7 листопада призначены 10 додатковых техников у тымлику по маршуте Гомель-Минск-Гомель. Уся подробязная информация доступна на сайте белорусской чегунки у чегуночных кассах и по телефонах доведочных службов. До инших тем. Непригодные до эксплуатации теплонагравальные приборы, пожарные повязчальники, які не працуют и особи, что злоуживают алкоголем. На Гомельшине ситуацию у жилым сектор контролявали наглядальные комиссии. Гэта работа проводилась в рамках профилактичной акции за безпеку разом. У рейд по городским посёлку Брагин накеровался и наш корреспондент Олег Сенцюров. Дадзеная по Брагинскім районе на початок этапада у минулом годе тут было зарегистровано 16 пожаров, на яких никто не загинул. Сё літа пожаров меньше 14, але двух человек вырытавась не трамалася. Подчас инструктажу перед початком рейду увага основным задачам наглядальных комиссий навычання грамадзян мерам безпеки, оказання допомогі населенців у приобшіні умов проживання, удокладнення проблем, які хвалюють місцеві населенців, сірот найбільш актуальних тем, работа з грамадзянами, які знаходяться в групі Рызыки, одинокими состарелами і людьми, які злоуживають спиртными напоями, при тим, що опошні істі на контакт звичайно категорично не жадаюць, коли не допомагають розмови, необхідно переходити до більш рашучих діяльнів. Їх відправлять в ЛТП. Але граждані є, які справляються з ЛТП, є, які не справляються. Є, в нас при учріждіні здравоохранення Брагинська центральна больниця є кабінет нарколога. Вони можуть теж проходити кодіровки. Особлива увага у роботі наглядальних комісій состарелым і одиноким. У діяльніку великої очіни інвалідів першої групи Алексею Марченко уже 93. У минулому годі за кожу державних сродку у домі ветерана зроблений косметичний ремонт. Покій медицинський работник в Умирайетиск Алексей Марченко делиться пошними новинами, причем никаких значних завувах не виказыває. У речіка ж, у хаті тепло і є ж завсюди на стаді. Я кожен день прихожу к дедушку. С утра прихожу, бывает пол дев'ятого, дев'ять. І с этого времени уже до обеда і даже после обеда, когда це необхідно, я стою здесь. Утром я його кормлю, в обед кормлю. На вечір уже оставляю. На столе просто він кушається сам вечером. Новая тенденція у роботі районних наглядальних комісій. Тепер разом с місцами і специалістами працюють працювники обласних службів. Це дозволяє при необхідності виражать саме складанне питання на більш высокому зрувні, плюс контролювати дзейність місцовых організацій і адекватність приймаємих по вийніках рейду рашенью. Вопроси, допустимо, печного отопління, таких, як престарелых і одиноких, де соціальна защіта оказываєт помощь в ремонті цих печек і так далі, про електропроводок. Велика колькась електроподключення у беззаконних прилад, що в любой момент може привести до пожара, речі, які добре гарать, але у великій колькась заховується на поддашку, це тільки не котрі приклади, які на гэтый раз фіксує на глядальна комісія. Продухіднення гибели людей так званых зніших факторів і попередження правонарушення обладають головні задачи, які повинні бути вирішені у війнику рейду. До 11 листопада до речі вони будуть проходять у рамках республіканської профилактичній акції за безпеку разом. Конечно, самое главное це обслідування частних жилых домовладений в рамках пожарной безопасности і в этом, як нельзя кстати, помогають роботи наших смотрових комісій. Затем також були проведені различні сельські сходи в деревнях, в населенних пунктах. В нашій області выступлений в трудових колективах на предприятиях, в учрежденнях образовання. Олексій Нтеров, Ігор Мариченко, телерадио компанії «Ломень» з Брагіна. Дареші напередодні аутаномний пожарний пов'яшальник допомог выратувати життё семейной пари у Єльськім районі. Увёзся Александровка поздно ввечері згарився жилый дом. Коли на місце прибыли супрацовніки МНС, будинок був повністю охоплений огнём. Господара його жонка знаходіліся на вулиці. З дома їх выю сусід. І он пачуў сигнала пов'яшальника і прийшов на допомогу. Дареші, пов'яшальник був установлены м'ясовым сельгазпродприємством па рекомендацій наглядальній комісії. Беспрацовных господар дома відомы своєю прихильністю ді алкоголю і цигарет. Виник здарення, жанчыну госпіталізавалі, а будинок амаль повністю знішчанай огнём. Причыну згарання высвятляюцца. Борщак п'ятсот жахаров гомішин незапочні некалькі гадоў былі притягнуты до субсідіарной адказнасті. Такі термін знайомы далёка не ўсім, але терпят заўласны фінансовы неадукованасті многі. Часті і студэнты, пінсіанеры, маломайомасныя громадзяні. Усе падрабязнасті ў матеріалі Марины Сіверяновай. Лже прадпримальніцкі структуры, тінявы бізнес, фінансовыя банкрутства, фіктывныя фірмы, падатковыя санкцій. Гэты ланцужок можна працягваць бяз конца і аказацца ягу злачыным звяном можна дакрыуднага лёгка. Напрыклад, знайомы альбо зусім джужыць шалавек прапановае зделку. Стать заснавальнікам альбо директорам фірмы за добрае фінансове узнагароджуванне. Данное лицо оформляец на сібя фірму. Далі ему тока приносяцца документы на подпісь. Канешно жы, он не участвует в хозяйственной деятельности данного предприятия. Но под накладными, под договорами стоят его подписи. Когда приходит налоговая проверка, то, конечно же, насчитываются большие суммы налогов. Но будет виновата и привлечён к ответственности то лицо, которое фактически свою подпись ставило под документами. Еши один шлях до субсидиарной отказности. Напрыклад, региструется невеликое товарыство. Заснавальник веде тенявы бизнес. Наладживая контакты за лжеструктурами и гэтак долей. Литерально займается махлярством. И, как часто старается, назапашивая податковые долги и доводить фирму до банкрутства. Кали гэтак высветляется, наступая субсидиарная отказность. Гэта значит, что долги будут спаганяться не за организацией, а за особ, под керавницством, яких она банкрутилася. Гэта керавник, заснавальники, галонный бухгалтер. Например, некоторые учредители при ведении деятельности организации не оформляют документами хозяйственной операции. Либо не рассчитываются с поставщиками, за продукцию, не оплачивают заработную плату, не уплачивают налоги в бюджет. Либо они взаимодействуют со лжеструктурами, ведя свой теневой бизнес. В этом случае они будут привлечены к субсидиарной ответственности. Максимального по меру субсидиарной отказности не иснуе. Так недавно при разглядании подобного выпадку была наличена сумма, якая перевысила 250 тысяч динаминованных рублев. Всяго за пять годов до такой формы отказности притягнули больше пау тысячи человек. Огульная сумма податков перевысила 100 миллионов динаминованных рублев. Марина Северьянова, Явген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». До закона послухмянного життя про спорт. Подлеткам, якея патрабуясь повышенной уваги, организовали насыщенную спортивную программу, наведывание профильных установ, матчоу и знаемство с олимпийскими призерами. Организаторам выступила комиссия по справах неполнолетних Абл-Ваканкама. Больш подробязно расскажет Ганна Ковалева. Гостей познайомили со штуденным житем Гомельского училища Олимпийского резерва. Больш зато и пропоновали стать его выхованцами. День открытых дверей собрал тут каля сотни школьников, которые стоят на разных видах улику. Им рассказали про особенности учебно-выховавчика и тренировочного процесса. Особистым опытом поделились призеры олимпийских гульням, которые начинали тут свой шлях до перемог. Мы даем шанс всем, потому что в училище созданы очень хорошие условия для развития именно спортивных навыков, для повышения спортивного мастерства. Поэтому надеемся, если кто-то желает быть олимпийским чемпионом, то в училище созданы все условия для того, чтобы им быть. Сюда приходится научиться с 8 класса, у некоторых видах спорта начинают свой шлях только с 16-ти годов. Тому для подлетка у дверы в училище открыты не только в этот день, а заусюды. А кроме знакомства с установой, им пропоновали наведать хоккейный матч. Дарыча, такая форма супрацовництва комиссии по справах неполнолетних и в училище Олимпийского резерва относно неодавняя. Первый день открытых дверей прошел летось. Тогда и запросили детей только с Гомеля. На этот же раз так само приехали избыда Кашалевского, Ветковского, Добрыжского и Гомельского районов. И уже сегодня бачно, что подобные мероприемства приносят свой плен. Если говорить о итогах девяти, то можно говорить уже и десяти месяцев. Что касается преступности Гомельской области, у нас наметилась тенденция снижения. Я думаю, что те усилия, которые предпринимались и будут предприняты, позволяют нам по концу года тоже выйти на тот показатель, который был и в прошлом году. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». Протягиваем выпуск. Выездное посаджение координационного совета по пытаниях беспирапинной педагогичной адукации прошло у Гомельским державном университете Мяфранциска Скарыны. Летость у Беларуси была затвержена программа развития беспирапинной педагогичной адукации на 2016-2020 годы. Одным из механизмов ее реализации является створение в учебно-науково-инновационного кластера, и он объединяет высшей научной установой, которая занимается подготовкой педагогичных кадров. Кроме республиканского кластера, который означает Беларусский государственный педагогичный университет имя Максима Танка, в нашей стране створено так само аналогичное региональное. На Гомельшине его курирует ГДУ. Подчас войсного посаджения в стенах этой научной установы обмярковалась работа нашего регионального кластера и был вызначен план его деятельности на наступный год. В ходе разговора особливая увага была нададена таким пытанием, как межкластерное взаимодействие, обмен опытом и суместная подрыхтовка кадров высшей науковой квалификации. Один из ключевых моментов обмяркования – поширение системы педагогичных классов в Беларуси. В опошенный час назирается особливая цикавость до их сбоку молоди. Летесь в нашей стране были створены 102 педагогичные классы. У них научались, примерно, полторы тысячи школьников. Все лето же их колькость повелишилась, а маль у троя. Ребята понимают, что профессия педагога, мало того, что она очень престижна, и высокую миссию педагог выполняет сегодня, занимаясь воспитанием подрастающих поколений. Есть целый ряд преимуществ в этой профессии. Это и стабильная работа, это хорошие условия для труда, это ежегодный летний отпуск в течение двух месяцев, ну и целый ряд других форм социальной поддержки учителя, которые сегодня в нашей стране реализуются. Листопад обвешенный месяцем здоровые усмешки у Гомеле. В его рамках гомельчане смогут отримать консультации стоматологов. У приватности 15 и 24 листопада промую телефонную линию придадут у Гомельской городской стоматологичной поликлинице. Урачи откажутся на питание, яке и тычется догляду за полостью рота у дитячем взросле. А отримать консультации можно будет с 12 до 14 годин по телефону Гомеле 77-64-41. З нагоды проведения других областных свято-покровских адекватных читаний сегодня в Гомеле отбудется Боская литургия с урдоперокладом. И она против храма Архангела Михаила. Эта литургия – одно из мероприемств, организованных миссионерским отделом Гомельской епархии и накерованных на духовно-осветницкую работу с людьми, які мают порушение слыху. У нее и примуть удел ведучие специалисты по жестовым перокладе на баженство из Беларуси и Украины. По закончанию службы у дельнику мероприемства обедная семинар, на яким отбудется вывучение в опыту православных церковных организаций по работе у гэтым накерунку. Гэты иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tv.org.by На гэтым выпуск завершенный. У студы працывал Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин